Привет! Сегодня абсолютно необычная для моего канала локация. Прямо на улице. Китайцы прислали, ну договорились, прислали вот такую вот вещицу. Это мини-насос. Наверное, без перчаток мне будет проще, удобнее. Все это дело вам рассказать и показать. Мини-насос, рассчитанный на то, чтобы накачать одно колесо. Можно сказать, что да, мы такое где-то уже слышали, где-то уже видели. Баллончики CO2. Это быстрый способ накачать одно колесо. Один баллончик, одно колесо. Ну, примерно. Здесь то же самое. Одна, но эта штука электронная. Одна зарядка, одно колесо. Примерно. Ну, если верить прикидкам, которые заявлены в инструкции. Подробнее, наверное, я еще раз покажу все это дело на столе, на своем верстаке, чтобы взвесить, продемонстрировать. Вещица идет вот в таком силиконовом чехле, который я сейчас пытаюсь снять. Неспроста она идет в силиконовом чехле, потому что при работе она знатно нагревается. На самом деле, перед первым использованием ее необходимо зарядить. Она совместима как с клапанами Преста, так и с клапанами Шреддер. На столе мне будет удобнее это показать. Сейчас я же попытаюсь просто испытать ее на практике. Сейчас спущу себе переднее колесо. На всякий случай у меня с собой есть маленький пластиковый насос, которым я, может быть, застрадаю накачать полный объем. А силиконовый чехол в комплекте идет, потому что эта зараза прям прилично таки греется, пока ее используешь. Сейчас мы, наверное, переставим всю эту историю. Содержимое коробочки я продемонстрирую на столе. Ну что, момент истины. Здесь у меня накачано 2,5 атмосферы. Ну, то есть, это минимальное давление, на которое рассчитана вот эта покрышка. Это Maxi Suspens 29 на 2,25. Рекомендованное для нее давление это 2,5 до 4,1 бара. Соответственно, в инструкции подобной покрышки я не увидел. И вот мне стало интересно. Ну, наверное, достаточно. Колесо у меня бескамерное. Бескамерное захлопнет этот насос или нет. Эта тема, конечно, очень интересная. Что, включаем сначала зелененькую. Если колесо чуть-чуть накачано, то лучше заставить эту штуку сначала качать. Как ее заставить качать? О! И после этого уже одевать. Зверь-машина! Роет прям. Прям мощно так дует. Ну, орет мощно. А вот супербыстрого потока у этой штучки нету. Поэтому самостоятельно захлопнуть бескамерку, она в отличие от баллончика СО2, не сможет. Но баллончик СО2 тоже, видели, в чехлах идет, потому что он при накачивании охлаждается. Эта штука при накачивании прям сильно нагревается. Ну, потому что там маленький компрессор стоит, и он молотит, как очумелый. И накачивая покрышку, выделяет много тепла. Но у баллончика СО2 есть большой недостаток. Их крайне, углекислый газ крайне не рекомендуют использовать для накачивания бескамерок. Не знаю почему, в подробности реакций, которые могут там проходить, не вникал, но не рекомендуется. Ну, давление, в принципе, набирается. Я вот на ощупь его буду щупать. Эта вещица сделана минимальной в своем размере, да. Смысл в том, чтобы быть маленькой, компактной и легкой. Поэтому у нее нет большого запаса по емкости батарей, и у нее нет индикатора давления. То есть щупать только вот на ощупь можно понять, колесо накачалось или нет. Ну, я могу в данном случае сравнить с задним колесом. И да, пока она работает, надо постоянно придерживаться. Мало еще. Смотрю, индикатор горит синим цветом. Он как раз отображает запас, так сказать, батареи. Зелененький, значит, полная батарея. Синий, поменьше. И желтый или красный, не помню, пустая батарея. Мы этот момент еще раз просмотрим в инструкции. Почему такая локация? Да потому что, потому что сегодня погода хорошая. Ну и кроме того, многие вещи, которые... Ну, я сам прекрасно понимаю, да, я делаю обзор на столе, а спустя какое-то время обзора нету. Вот на этом велике установлено несколько деталей, которые были у меня на обзорах. И я про них расскажу в видосе про этот велосипед. Боевой велик. Бывалый. Так, ну... Где-то около того. Где-то около того набралось. У нас устроит это давление. Суронщики тут носятся. Пойду погоняю. Наверное, суронщиков. Не знаю, видно было тут на видосе суронщика или нет. В общем, ребята адекватные оказались. Извинились. Начинающие уехали. Простите, отвлекся. Так, стоп. Вот уже у меня есть в колесе давление. Включаем, смотрим. Батарейка желтая. Или красная уже около того. Ну, то есть одной зарядки хватило на то, чтобы накачать полные зарядки. Накачать... Ну, да, в принципе, две с половиной на ощупь здесь есть. Да, здесь уже больше. Пока я болтал про суронщиков, здесь накачалось уже больше заднее колесо. Ну, в принципе, можно добавить тогда давление в заднее колесо. Я все равно сейчас, наверное, буянить никуда не поеду, потому что экипировка у меня совершенно неподходящая. Выезжал исключительно записывать для вас этот видеоролик. Ну, насосик, в принципе, интересный. Честно. С камерой, рядышком, ляжет очень даже комфортно и компактно. В сумочке поместится в поясной или в какой-нибудь сумочке на руле. Очень даже, по-моему, хорошее решение. Опыта использования баллончиков СО2 у меня, к сожалению, нет. Ну, просто как-то лень возиться было с их заправкой, искать, где это все можно сделать. Ну, такое себе, в общем. Так. Ну, ага. То есть включенный насос, обязательно включенный насос подтыкаем к колесу, которое уже накачано. Это делается для того, чтобы не перегружать компрессор, чтобы стартовые токи не спалили обмотку. То есть на старте будет самая большая нагрузка на него. А так, когда он уже начал молотить, там инерция какая-то есть, поршень уже шарахается там внутри. И, соответственно, уже качающий насосик подтыкать на накачанное колесо можно. Точные технические характеристики я вам прочитаю в инструкции. Естественно, я ее не читал заранее особо. И я просто сейчас вот взял, достал из коробки, грубо говоря, болтон, да, прочитал о том, что там была наклейка, сначала зарядите. Ну, я, в общем, зарядил и поехал сюда. Прямо на улицу, вечерок, погода прекрасная, тепло, лето. Я решил совместить приятное с полезным. И если вдруг этот насос сгорел бы, или сломался, или не стал бы работать, соответственно, это бы вышло прямо в видеороличе. Ну, или я написал бы китайцу, извини, твой товар барахло оказался откровенное. Все, сдох, выключился. Все, полностью села батарея, отлично, это то, что мне было нужно. Заднее колесо, не знаю, не сильно-то он добавил давление, может быть 2,6 стало после, может быть 2,4 было, 2,6 стало. Манометра, к сожалению, у меня с собой нет, я всегда ориентируюсь на палец. То есть, пальцем продавливаю, грубо говоря, твоя сила и твои ощущения, они, в принципе, где-то в среднем плюс-минус физподготовке соответствуют. И вот как ты ощущаешь велик на ходу, да, как он у тебя должен продавливать всякие вот эти... А, тут корешков-то не видно, я такое место колоритное купил, да, корешков не видно. Как колесо твое должно продавливать вот эти всякие корешки, вот эти всякие камушки, так ты примерно пальцем и смотришь, продавливаешь резину. То есть, примерно контроль на палец, ну, это, наверное, с опытом приходит, но на палец контроль примерно ощущать реально. Если есть какие-то привычки ориентироваться на цифры, то, естественно, мы покупаем цифровой манометр. И независимо, потому что на всех насосах, на всех станциях автомобильных, заправочных и так далее, манометры все показывают чуть-чуть по-разному. Покупаем свой цифровой и по своему конкретному цифровому мы ориентируемся под каждый тип трассы или каждый тип резины, которую вы используете. Ладненько, носим, пожалуй, скажем, такую вот замечательную природную часть нашего экскурса. Мы закончим с небольшим видом на строящийся город Псков и перейдем к скучной техничке на верстаке. Вообще говоря, коробочка это отдельная приятная штука. Ну, действительно, хорошо упакована. Ну, типа типичный картон, но, блин, упакована надежно и ехала она просто в пакетике. То есть оно не помялось, не побилось, все хорошо. Само устройство я уже показывал, сейчас его надо будет запихнуть на зарядку, но нас интересуют, в общем-то, оставившиеся нераскрытыми технические параметры. Такие как вес самого устройства, без них то, 98 грамм, ну, умеренный вес в целом, чего? 17,5 грамм весит чехол. То есть в чехольчике оно весит 115 грамм. Для сравнения, один из самых легких насосов, но при этом дешевых, весит 84 грамма, он качает в две стороны, то есть и тудой, и с удой. Но есть огромный риск, когда мы его одели, при накачивании насосами без шланчиков, у нас огромный риск отломать у ниппеля вот эту вот часть. То есть вот эти штучки, многие замечали, наверное, что они у большинства людей погнутые. Это как раз из-за того, что очень сложно пользоваться подобными насосами без шлангов. А насос со шлангом, извини, подвинься, уже и в сумочку просто так, в поясную не запихнёшь, гораздо он большой рюкзак надо, да и весит он, скажем, побольше чуть-чуть. Ну, то есть как карманное решение для накачивания одного колеса вполне себе годная штука. Собственно, помимо насоса в комплекте присутствует, ну, естественно, шнурок для зарядки, хотя можно использовать обычный шнурок от своего мобильного телефона, благо USB Type-C сейчас более чем распространённая вещь. И также здесь у нас есть комплект вот таких двух деталюшек. Для чего не надо? А надо оно для того, чтобы можно было накачивать ранее упомянутый мною клапан шредера. Ну, он же автомобильный клапан, ну, то есть вот такого вот плана. Обычный автомобильный клапан тоже можно накачивать этим насосом. То есть это вот шпреста, на которой у меня собрана основная часть велосипедов. И для того, чтобы накачать автомобильный клапан, он же клапан шредера, мы устанавливаем вот эту бронзовую встулочку внутрь насоса, а резинку, которая стояла у нас вот так вот под шредер, переворачиваем, под абордон, стояла вот тем образом под престу, переворачиваем. И таким образом получается возможность накачивать автомобильный клапан. Естественно, автомобильное колесо вы этим насосиком не накачаете, то есть и шредер нам надо будет плотно прижимать, и престу точно так же нужно будет плотно прижимать для того, чтобы воспользоваться вот этим насосом. Ссылку на насос я оставлю в описании, также на сайте можно у них найти и более внушительные штуки, более габаритные. Пожалуйста, сразу с индикатором и способностью накачать больше колес плюс шланчик. Вот еще модельку я у них насмотрел, А8. Жалко, что такую на обзор не прислали, вообще было бы прям, по мне, так очень интересным решением. Мне кажется, что эта штука способна была бы работать еще и как Powerbank в таком исполнении, и оно бы на самом деле имело хорошую, скажем так, перспективу для использования в туризме. Собственно говоря, на сайте они приводят варианты, да, для накачивания колес 700C. Их может быть, таких колеса накачано два. И для накачивания двух колес 700C надо два баллончика CO2. То есть насосик без чехла, да, заметьте, без чехла насосик оказывается легче, чем тот набор. То есть, ну, действительно, коммерческие какие-то преимущества у них присутствуют. Вот, пожалуйста, максимально возможное давление, которое может натолкать, составляет 150C. В более привычных мне атмосферах это около 7. То есть для шоссейного велосипеда вполне себе подходящая история. Ну, то, что достигает 80C всего за 80 секунд, это все очень относительно. И говорит исключительно о колесах. Но вот эта табличка, это то, что нас интересует. Заметьте, 29-х колес здесь по какой-то причине не указано, да. Ну, то, что по идее 700C это и есть 29-е колеса. Хотя они вроде как 28-е, но не суть важно. Ну, максимальный объем здесь указан 32, это полтора дюйма примерно. Мы накачивали 2,25. Время накачивания по видеоролику можно, в принципе, засечь. Если не поленюсь, может быть, там будет уже приписка в самом ролике. Но написано, что вот один раз колесо такое можно... Ну, большого размера, большого объема. Один раз такое колесо можно накачать полной зарядкой этого насоса. 20 минут на полную зарядку. Ну, вообще говоря, у меня полная зарядка с... Не полностью разряженного, но нового прибора заняла там около 10 минут. Он как-то... Ну, да, очень быстро зарядился. То есть, действительно... Ну, действительно штука годная. Скажем, сыскать USB Type-C зарядничек где-то даже в магазине сейчас не составит большого труда. То есть, по большому счету, если это будет единственный насос, то им в каких-то окологородских условиях или при наличии пауэрбанка вполне себе реально пользоваться. Ну, это то, что я демонстрировал, что может быть использовано и с Шреддер и Преста типом непилей. Кстати говоря, вот очень хорошая анимация у них предоставлена прямо непосредственно на сайте производителя. Замечу, что в комплекте есть еще запасная вот такая резиночка. Это большой плюс. Запасные детальки, расходники. Я всегда очень люблю, когда они есть. Ну и да, если вы хотите... Блин, купите его сейчас. Просто ссылка в описании, да? Простите, сорвалось. Да, достаточно... Я понимаю, что достаточно странно рассматривать планшет с экрана телефона. Ну, пусть так. В общем, есть у них решение и для накачивания электросамокатов со шланчиком. Ну, в принципе, электронасос для электросамокатов. Почему нет? Кстати говоря, отсутствие достаточного давления в колесе самокатов является самой частой причиной проколов, так называемых. Просто протирается или пробивается камера. Поэтому, да, следите за давлением в ваших самокатах. Ну и, в общем-то, непосредственно характеристики, размеры, вес. На этом, пожалуй, все. Ссылка, повторюсь, что находится в описании. Можно пройти и ознакомиться с этим товаром. На самом деле, на Алике я их уже видел и присматривал. Потому что, заметьте, очень маленькое, компактное решение. И, может быть, в каком-то обозримом будущем мы увидим такое решение с возможностью закрепиться на втулке и через шланчик соединиться непосредственно с клапаном камеры или бескамерного колеса. Кнопочка актуатора на руле, чтобы подспустить колесо при въезде на какой-то песчаный участок и поднабить поплотнее при выезде на асфальт. Ну, кажется достаточно фантастическим такое, скажем, решение. Но, тем не менее, лет 10 назад электронная трансмиссия была тоже весьма фантастическим решением. И сейчас встречается довольно часто на велосипедах пока что топового и предтопового уровней. Пока. Ну, вы же не забыли, на каком канале вы находитесь. Два аккумулятора. Аккумуляторы, в общем-то, вполне себе стандартные. Когда они сдохнут, это наступит через несколько лет в любом случае. Насколько бы качественными бы они ни были. Цикл зарядов-разрядов, как вы знаете, по мобильным телефонам. У литиевых аккумуляторов ограничены схемы управления. Да, достаточно неплохо такая, нашпигованная всякими микроэлементами электронными. И мотор. Мотор я впечатлен. Такие моторы в авиамоделях используются. Довольно мощные штучки при своих размерах. Небольших. И шатун здесь, смотри, смонтирован на подшипнике шариковом. В промышленном подшипничке маленьком. Очень добротно всё это дело покрыто силиконовой смазкой. И поршень с обычной резинкой. Собственно говоря, маслает конструкцию. Ну, можно было на самом деле ещё чуть-чуть упростить. Но, тем не менее, сделано как сделано. В любом случае устройство это, можно сказать, пионер в этом отношении. Кстати говоря, при использовании этого устройства, при накачивании, не затыкайте порт USB ни в коем случае. Потому что именно через него идёт подсос воздуха. Через вот это вот отверстие. Было бы, на мой взгляд, разумнее... Собственно, об этом здесь написано. Было бы, на мой взгляд, разумнее поставить отдельно здесь какой-нибудь... Насверлить дырок. Вот здесь вот. Можете, если хотите, кастомайзингом заняться. И приклеить сюда кусочек поролона. Вот на эту сторону. Просто вложить кусок поролона. Пористого. Чтобы он фильтровал поступающий внутрь воздух. А сюда бы грязь оно не пылесосило. В процессе эксплуатации. На сим точно пока.